привет меня зовут михаил кузьмин вы слушаете 348 выпуск подкаста как делают игры на связи со мной как всегда сергей голенкин привет нас сегодня подкаст про vr но не столько про игры сколько про кино музыку и искусство и мы перейдем к нему сразу после рекламы напоминаю что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст это можно сделать с помощью системы патреон ссылка есть в описании и спасибо всем тем кто у нас продолжает это делать на постоянной регулярной основе а также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров и генеральный спонсор подкаста это компания game inside game inside это лучшие игры sim tycoon и хидден с амарной аудитории более 350 миллионов игроков работа в game inside это возможность создавать игры в крутой команде r&d и получать доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки все детали на сайте game inside точка ком нас находит при поддержке завод games завод games московская студия разработки игр сейчас компания ищет продуктового аналитика подробности на сайте завод точка games еще раз завод точка games давайте перейдем гостям у нас сегодня в гостях два вера светилы георгий молодцов режиссер продюсер фильм xr куратор премии open frame vr award рамках кинофестиваля go is скобка германия есть такое спасибо и павел павлюков 2d 3d художник художник и арт-директор вверх концерта жан-мишель жара оксимор и разработчик вверх игры frustrain привет давайте с вами познакомимся поближе начнем с георгия как как мы зачитали все расскажи немного о себе сколько лет в индустрии чем занимался список послужной у тебя длинный я даже на сайте смотрел там ой много чего но просто я изначально занимался документальным кино учился как режиссер документального кино и для меня vr открылся в рамках одной из моих специализации организация кинофестивалей я ездил на один из самых важных для нас кинофестивалей sundance проходящий парк сити в юте и тогда в 2015 году там открылся павильон new frontier в котором были представлены первые вот такие кинематографические эксперименты с использованием виртуальной и дополненной реальности надо понимать что это не скорее не игры а скорее сюжетные именно экспериментальные работы в которых происходит погружение исследования новых форм рассказа истории которыми тогда в пятнадцатом шестнадцатом году занимались крупнейшие специалисты именно из сферы кино медиа новых медиа те кто уже засветились в каких-то диджитал интерактивных проектах без технологии в в общем можно можно такой вопрос а в 2015 году какие устройства были доступны на рынке по вяру что тогда кому это показывали вообще по фотографиям что если вот так смотрите и санденс и потом тройбеку фестиваль это были точно окулус девелоперский то один это было тогда еще не было себе один даже это был точно для 360 видео samsung s6 смартфон вот их очками gear vr и были тогда еще попытки использовать картборды просто для демонстрации обычного 360 вайвы тоже уже на тот момент появились но они начали внедряться постепенно и прежде всего с бизнес какого-то направления и вот тогда это все все таки было про мощные компьютеры на какой-нибудь допустим 1080 ти карточки этом предел мечтаний был вот такой подключаемый шлем с обязательными внешними трекерами которые должны были тебя фиксировать в пространстве для свободного перемещения очень далеко мы ушли от этого от этого на сегодняшний момент ух я помню какие-то трекеры пытался дома присобачить когда мне давали вяр для того чтобы одну игру обозреть для девкам на девкам был гейм рост надо было разобраться ох я я наверно часа 3 провозился чтобы установить себе тогда все это устройство я не хотел сверлить потому что мне давали его на время я там на изоленту так все вообще красота было все это падало периодически было вообще отвратительно ужасно но а потом выяснилось что у меня для того чтобы я заработал его надо в правильной последовательности к видеокарте пас подсоединять там в определенный порт иначе все еще не будет работать короче я провозился посидел надеюсь тех пор технологии немножко улучшились для обычных людей да и во многом в этом сыграла не только гейм индустрия но и конечно индустрия связаны с культурными и развлекательными мероприятиями с маркетингом со всеми этими активациями которые делались в том числе в пятнадцатом году прошла наверное самая крутая презентация вот в яра для россии сыгравшим максимальную роль в этом активно участвовал макс козлов сейчас руководитель сбер в яр лаборатории тогда у него была компания interactive lab они вместе с департментом и еще несколькими силой света сделали презентацию новой модели audi посадив 100 человек за синхроненными вот этими samsung gear vr устройствами и вот эта система синхронизации это по сути дела то на чем я потом в течение многих лет делал свои vr кинофестивали где вместо одного промо ролика показывались более интересные документальные анимационные игровые фильмы вот все таки я сегодня буду таким человеком который будет говорить что vr существует не только среди гейм-дизайна но и в среде культуры и это позволяет очень быстрым путем получить какой-то авторитет и узнаваемость без необходимости огромных вложений в то чтобы раскрутить свою игру в какого в каком состоянии ты сейчас находишься чем зачем занимаешься да с 2016 годом я вот в шестнадцатом году совместно там с одной из компаний провела первый в россии в яркий на фестивале опять же как раз использовал систему interactive lab а для синхронного запуска контента мы тогда запустили 70 устройств и люди приходили на полчаса и смотрели 5-6 короткометражных таких работ за один сеанс и после этого мы начали сами снимать фильмы 360 они начали ездить на фестивале ну и действительно крупнейшими в канны берлин дубаи и зарубежные американские в смысле фестивали и параллельно мы начали делать контент когда началась пандемия я перенес некоторые фестивали которые производил в реальной жизни в виртуальные миры верчат и первый наш фестиваль у из как раз про который меня озвучили в самом начале нам удалось провести настолько весело воссоздав виртуальный кинотеатр каллигари что после этого команда которая работала над этим проектом стала делать концерт для жан-мишель жара мы сделали первый концерт двадцатом году потом на новый год мы сделали второй концерт внутрь даме виртуальном который одновременно там не одновременно в течение первых суток посмотрела 75 миллионов человек включая там из них 45 миллионов китая и вот сейчас мы с павлом сделали премьеру третьего концерта уже жан-мишель жара который по сути дела отличался тем что это был уже целый игровой мир мультиплеерный на базе этой платформы вирчат поэтому да вот сейчас у меня очень много как до сих пор оффлайновых событий когда мы приходим и показываем вир в массы так и онлайн событий где это все-таки показ более такого эстетского контента для более прогрессивная аудитория который уже хорошо разбирается в том что такое вир и хочет посмотреть куда он движется дальше как минимум чтобы прийти на виртуальный фестиваль нужно иметь vr-устройство правильно понимаю сожалению да либо смотреть наши стримы несчастные из виртуальной реальности что тоже очень весело ну нет не только если речь идет о платформе горчат на которой мы делали концерт жан-мишель жара то это pc steam устанавливаешь на компьютерку и как игра от первого лица ты бегаешь по этому виртуальному миру так что не только хедсеты дам пользователи vr-чат платформы их больше даже без хедсетов на вот такой десктопной версии но все равно это не массовая платформа да у них около 40 тысяч пользователей одновременно бывают на пиках 45 по моему уже в этом месяце было одновременных игроков что значит что в одном мире в одной инстансе только там до 40 до 50 человек остальное копии мира фортнайте это по моему на крейте в батле максимум 100 тут вот 50 и все себя комфортно чувствуют в этом пространстве вот если говорить про устройство там типа куск с 2 до то там мир для vr-чата это уже что-то такое более 20-25 человек не больше чтобы у всех нормальный fps был так что это всегда вопрос в том что до устройства новые есть они уже беспроводные до можно делать много чего просто находясь на поляне в лесу где есть вайфай все равно ограничения пока еще не позволяет получить самые яркие впечатления от сравнимые с диск топными играми поэтому уходим в эстетику и это как раз про пашу окей хорошо давайте с пашей теперь познакомимся паши расскажи про себя где ты что-то сколько лет я собственно художник и 3d модели художник и иллюстратор и я никогда не работал game индустрии страшные слова на вашем подкасте но интерес к ней испытывал собственно попытки предпринимались полторы-две попытки попасть в индустрию у нас было собственно с дмитрием воробьем который к сожалению не смог сегодня поучаствовать это мы пытались сделать платформера сюрприз-сюрприз по разным причинам мы нам не так не удалось из этих проектов не доделать один ну в основном это то что то что их надо делать а делать их некогда и тогда я уже пустя там не знаю года два-три таких вот майни решил попробовать сделать квест вдохновившись тогда появившимися пьюпескейп называлась эта серия мобильных квестов от студии rusty lake и в дальнейшем одноименные игры серии это были такие небольшие стерилистические квестики смешные нарисованные просто но со вкусом и я решил ну черт возьми если мы не можем с димой как-то заниматься ну такими большими проектами я нарисую просто квест point and click и дальше дима уже свое свободное время которое как нам казалось потребуется совсем немного для такой игры соберет этот квест и будет у нас хоть какой-то релиз и решение не помню бы с чего пришло решение делать рисовать игру именно про поезд но как-то быстрые вообще мы все любим поезда и я придумал вот нарисую я просто квест про поезд который будет коротенький смешной с черным юмором и небольшим хрометражом и собственно пошли недели месяцы тонны арта переписывание квестов и опять это все как снежный ком стало понятно опять что времени не хватает дима опять не может этим заниматься то дима в то время как раз плотно занялся для разработки и а приложение и я просто уже немножко в отчаянии пошел ва-банк сказал я сделаю вверх сцену на основе своих концепт-артов мы посмотрим и если нам понравится ты будешь она делать вверх игру про поезд вместо запланированного point-and-click квеста ну и дальше так и получилось я смоделировал купе из концепт-артов просто надрал этих текстурок налепил все получилось хорошо красиво атмосферно буквально вот одно ну представляете да купе поезда подожди у тебя же получилось что ты сказал что давайте что сделаем простенькое через полгода спустя уже давайте vr делать класс мишки я шел по книге галенкина вот прям по всем пунктам типичные ошибки новичков это прям вы мой туду листья вот и да в итоге мы при пришли к этому купе созданному для vr и да решили ну раз купе так красиво получилось значит из всего этого point-and-click квеста получится отличная вера игра квест и тут как бы судьбоносный такой маленький но судьбоносный момент оказалось что что я не могу просто перенести всю эту нарисованную графику которая была уже сформирована она уже у нас лежала ее уже лайкали хвалили когда я начал переносить это все на текстуры особенно вот эта специфика длинной узкой локации коридора поезда у нас собственно там кроме купе что-то коридора есть но туалеты там вся эта графика оказалось что она просто слепается пропадает и теряется ну изначально как бы изначальный вот такой главный плюс эффектность визуальная и тогда я принял решение что я буду рисовать графику полигональной сеткой 3d maxi я думаю люди которые которые занимаются 3d моделирование не знаю я когда начал это делать у меня было такое ощущение я сидел думал я же больной так такое никто не делает вот это вот вырисовывать вот эти пятнышки все ну вот как как мышкой в иллюстраторе рисовать и дальнейшем вот это вот графика сначала это получалось долго тяжело но офигительно здорово смотрелось в ярко как оказалось потому что мы полностью выбрасывали получается все растровые текстуры то во первых ну сразу экономия по весу а во вторых vr никаких пикселей нету идеально четкая графика просто вот как вектор которая работает на иммерсивность ну в общем сомнения отпадали все дальше и дальше мы чувствовали свою правоту время шло сделали прототип оказалось что механики point and click квеста в VR игре как бы не то что не работают они работают очень скучно ты оказываешься в каком-то интересном месте где тебя заставляют заниматься какими-то неинтересными вещами далее пошли сценарии пошло привлечение то есть ты имеешь ввиду извиняюсь что я перебиваю я хочу уточнить механика point and click а то есть просто человека с оказывается сцене и прокликивать все что находится в ней не интересно интереснее взаимодействовать с объектами скорее всего да нет просто не интересно вообще заниматься вот этой вознёй с объектами что тебе тебе надо что-то найти там открыть чемодан еще что-то сделать пойти куда-то поговорить с каким-нибудь персонажем от него что-то получить ну в общем это ну если вот вот эти игры rusty lake который я уже упоминал вот это вот абсолютно была та же механика чуть-чуть людей чуть-чуть просто каких-то ну квестов пазлов и все и все это ну она нормально если бы это было вот именно point and click вот эта вот игра она бы и нормально было и может быть она даже было бы нормально написи как 3d но в яре это просто было большое несоответствие миру в котором ты оказываешься а это ну это другие ощущения не как никак не как классические там все игры и и тебя просят заниматься какой-то ерундой просто какими-то перетаскиваниями объектов куда-то что-то прощупывать и ну стало понятно что надо делать сюжет надо надо делать интерактивное кино большому счету и причем еще не просто кино еще и музыкальное кино чтобы потому что чтобы возвращаясь к пункту один мы же хотим простой проект сделать почему вы почему бы нет я говорю случай типичный который нити получил нетипичное в итоге продолжение в итоге мы предпривлекли своего друга писателя кирилла комарова для работы на сценарии мы пригласили к участию российскую группу электронщики они работают на стыке жанров industrial но из dark ambient группа ройтов пишется ри у тофов группа с большой историей которые существуют больше двадцати лет уже вот мы и в привлекли к участию то есть но как бы собиралась такая dream team и на минуточку никто из нас никогда не работал гейм индустрии и вообще даже мы все и не геймеры то есть но грубый век грубые нравы просто как как это писать кроме как ну да dream team она и есть работа шла уже уже не первый год тянулся этот проект уже у нас были была пара тизеров был видос геймплеем закончить заканчивалась лето 21 года вот настроение у всех было такое не очень веселый потому что так как мы были абсолютными маргиналами мы не из гейм индустрии у нас не было никаких проектов и соответственно денег мы тоже на разработку не нашли но тут в сентябре случилось то чего как правило с людьми с разработчиками инди разработчиками начинающими чего не случается мне стал дима пересылать письма от гоши с гоши мы не были знакомы из которой мы до сих пор все все еще физически не встретились ни разу за эти полгода в общем в письме с писем этих следовало то жан-мишель жар собирается начинать свой новый музыкальный проект новый альбом который будет также существовать на плате на площадке верчат для которого ему на проект проект нужен художник 3d 2d и арт-директор и гоша показал я еще не упоминал еще компания я рум с которой собственно гоша работает вместе с джан-мишель жаром гоша показал и наши вот эти трейлеры показал директору я рума луи показал джан-мишель жару им понравилось и им этих трейлеров было достаточно для того чтобы нас пригласить работать над новым проектом для жан-мишель жар то есть ну мы подожди подожди от трейлер игры first train имеешь ввиду получать для тех кто не видел трейлера я могу в нем пример написать это такой нуар на черно-белый черно-белая игра про то что ты ходишь по поезду и что-то там происходит я правильно писал я могу свою за свою версию просто это же все истории со своей стороны рассказать в том что какой-то момент ребята выпустили тизер вот как раз этот трейлер или тизер этой игры и несмотря на то что она у них была в каком-то таком своем альфа состоянии она моментально прошлась по всем ключевым сми связанным с вяром международным российские релиза обычно так хорошо в международку не заходят а плод в роту в яр в яр фокус в яр скаут reddit там перепостивал везде потому что это прямо определенный стиль который для международной аудитории ассоциировался с такой депрессив раша в какой-то степени такой и то есть это было очень четкое попадание и вот про дима воробьева мы много раз говорили уже как раз фестивале как раз свои связанные с синхронизацией устройств я делал на базе разработанного им в его компании в компании в которой он работал great гонза инструмента версия и он не рассказывал что вот да вот мы построили на фрустрей на unity что там очень сильная оптимизация поэтому он легко такой большой мир тянется под квест 2 я не то чтобы это все понимаю но у меня нужные слова записываются и дальше там складывается как что вирчат эта платформа в которую ты закидываешь мир на unity на вирчате очень плохо работают проекты под окулус квест они могут весить только 50 но иногда 100 мегабайт а мир нужно было создать огромный а такой так достаем из копилочки мозга данные unity оптимизация и стилистика которая должна быть такой слегка депрессивно нуарной окей тут такой типа perfect match и и реально с точки зрения того что у нас получилось в oxymor вот в этом проекте это прям perfect match в котором пашин стиль фрустрейна абсолютно идеально стал стилем этого мира да и тут тут еще надо сказать как бы важный момент почему ну вообще как бы жан-мишель жарну все знают кто это и у всех достаточно конкретной ассоциации и непонятно мне в тот момент первое что-то было непонятно почему вот этот наш мрачный стиль жан-мишель жар это что-то космическое лазеры световое шоу вот эти все проекции на огромные здания и тут выбирают меня как художника именно за вот этот мрачный стиль но экспрессионизм и тут оказалась история следующая что жан-мишель жар задумал новый проект который был как это правильно назвать трибютом французском мажем аммажем французского композитора уже умершего пьера анри во франции существовало такое движение в 60-х годах среди музыкантов молодых композиторов экспериментатора который называется конкретная музыка так и называется на википедии статья об этом есть можно почитать и заключалась она в том что люди используя на тот момент самую передовую аппаратуру аудиотехнику микрофоны записывали все возможные звуки природные и неприродные потом их сводили микшировали переписывали ну в общем есть много фотографий это выглядело достаточно эффектно здоровенные аппараты деревянные здоровенные катушечные магнитофоны некоторые аппараты вообще я так и не понял как они в принципе работают и вот этот композитор пьер анри он свое вот это вот наследие вам в агроб сходя то называется завещал жан-мишель жару и жан-мишель жар вот решил сделать альбом посвящение в котором он использует вот эти вот материал я не знаю это можно ли называть музыка ну коли уж они называют использовать материалы конкретной музыки со своим со своим стилем со своей со своей музыкой и на стыке вот этого должно было музыки самой сейчас музыки еще не было когда я приступил к работе над проектом не было записано самой этой музыки она существовала только у жан-мишель жара в голове и никто не знал что это будет такое у него была идея мира как должен выглядеть он придумал сделать что это должен быть город виртуальный город состоящий из огромных музыкальных вот этих аппаратов которые использовали музыканты тех времен эти аппараты размером дома и город состоит из отдельных кварталов в каждом квартале будет звучать своя музыкальная композиция которую напишет жан-мишель жар музыки самой пока нету и далее мы уже на первом звонке по зуму он сказал что его замысел таков я должен рисовать с самого начала концепт арты любые скетчи что-то вплоть там может даже референсы отправлять это ему он начинает работу над музыкой я начинаю работу над городом и далее в течение всего до конца в течение всего цикла разработки я должен был сначала наброски концепты потом 3d рендеры потом когда у нас появился первый билд это были уже видео которые больше делал с видеокамеры мы раз в неделю-две созванивались по зуму показывали все это жан-мишелю через какое-то время жан-мишель начал присылать нам первые версии музыки своей потом обновленные версии и вот так мы перекидывались друг с другом твоими материалами и это ну это конечно было очень необычно потому что потому что жан-мишель жар пишет музыку основываясь на твоем арте это конечно крыша сносящий получается я еще напомню что человеку как бы 72 года самому он тоже там не не мальчик уже далеко я просто забыл упомянуть что я на самом деле жучащий поклонник его творчество с детства еще на кассетах слушал боже мой это же вся жизнь прошла под под его музыкой где-нибудь можем подписать у нас там с ним будет скоро тайное рандеву но мы не можем дать подробности но слишком соблазнительно ладно у меня к сожалению не осталось ничего все в россии осталось у меня главное что паша говорит что мы по зуму встречались но на самом деле часто мы встречались реально в ярчате у нас прошлых концертов жан-мишеля есть такой его золотистый огненный аватар где из него огненные пламени огненные штучки вылетают все и он такой искристый и вот этот вот аватар появляется в вир чате в черно-белом депрессивном мире да я и это такое абсолютно найти как это как приходит таком я в белом пальто пришел на завод что называется такой человек игра говорит да вот здесь вот давайте добавим немножко зеленого цвета что такое вот когда так была построена работа и да к слову раз уж сказали я тоже скажу что жан-мишель жара я слышал с раннего детства у меня родители его с лучшими мама включала еще там восьмидесятые годы маленький был и на меня уже тогда произвело впечатление по телевизору была передача называлась нло не объявленный визит вот я насколько старый я помню и они использовали его музыку из господи забыли с головы летела то говорить оксиджен нет не оксиджен сейчас найду ща подождите хорошо так мы и вместе сделали этот город работали над городом джан-мишель работал над музыкой было очень необычно по мере того как город становился сложнее детальнее и мрачнее а мне кстати сразу было сказано не бойся быть мрачным не бойся быть сюрреалистичным безумным дел делай вот дел делай что хочешь а мы тебя поправим и по мере того как город становился больше и мрачнее монструозней мы слушали новую музыку и мы слышали как музыка становится гуще тяжелее местами и более больше индастриала более каких-то таких звуков мрачноватых и так так собственно все это и произошло на проект было отведено изначально меньше времени мне моя часть работы должна была быть приблизительно два с половиной месяца в итоге наверное около четырех месяцев ну как у нас мы в октябре тебя подключили у нас как ни крути 21 1 концерт но последнюю версию мира мы залили 22 числа мы 21 отыграли 22 чуть поправили перезалили января концерты были до 21 22 23 января и собственно ну тут по моей части всего этого рассказа то это такая безумная история которая который скорее всего никогда не произойдет ни с каким инди разработчиком но однажды произошла вот со мной и как 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 я не как мы не смогли найти инвесторов которые бы нам доверились но как жан-мишель жар доверил нам просто посмотрев на трейлеры с поездом эти чуваки сделают город я не сомневаюсь ну то есть если суммировать это 11 районов то есть всего было один из музыкальных треков 11 районов каждый район это такое определенная площадь либо закрытая либо открытая как сад большой в котором еще ходят анимированные роботы которых существует трансляция на экране реального концерта который в это время происходит в живую в париже и есть еще всякие эффекты типа летающие подлетающие дроны и вот это 11 районов через которые ты проходишь за 50 минут общий вес этого мира был 28 мегабайт я для всякий случай ребят уточнил мы можем про это рассказывать это уже все анонсировано это все публично все есть я так 21 23 января мы отыграли превью концерта они не ровно потому что музыку которую жан-мишель выпускает он опубликует на альбоме там sony music только в сентябре но изначально идеи концепция проекта и о чем вот здесь стоит очень хорошо сказать связано с вир разработкой о том что вир разработка сейчас особенно связанная с культурными проектами она никогда не делается под одну историю то есть мы не делаем чисто один вир концерт под перчат из этого же материала мы рендерим видео 360 те самые которые раньше смотрели на смартфонов на сейчас есть прямой конкретный заказ переработать эту версию под full дом условно говоря планетарную проекцию что мы тоже можем сделать это можно переделать standalone experience который точно так же можно опубликовать в story без мультиплеерного или с мультиплеерным компонентом сама идея вот этого vr мира и вот всего того о чем анонсирует там facebook meta и metaverse это то что вы работаете с пониманием мультипара мультиформатности из одних и тех же ассетов под разные даже подразделы виара и именно это сейчас дает возможность инди разработчикам выйти на арену в том числе плоского контента традиционного экранного контента создав много разных продуктов из-за одного исходника хорошо мы так немножко в детали углубились так получилось расскажи про себя и мы сразу это и мы мира потому что люди сейчас слушают и да 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 хорошо мы поняли где мы можем посмотреть это будет тоже но соответственно после того как будет релиз альбома жан-мишель жара и будет релиз мира для всех желающих уже на и арчате из из ладно давайте немножко я пока не хочу опять в технические детали углубляться нам бы немножко послушать про текущее состояние вир чем сейчас живет индустрия потому что последний подкаст про я у нас был ой серёга сколько года три назад 4 что-то мы прошло да мы у нас в теме написано про вир-концерты вот про это тоже интересно послушать как это организовывается да ну давайте как-то просто про общие какие-то вещи мы начали с того что там уже обозначил я что есть наши эти окулусы которые сейчас уже даже не окулусы будут а мета мета квест 2 и понятно что когда что на рынке сейчас есть жесткое разделение устройств между устройствами которые больше направлены на геймеров и на бизнес использования образовательные бизнес использования индустриальное использование и в этот сегмент больше метят как раз htc с их хедсетами там htc вайф pro htc вайф ай и космос и так далее а есть абсолютно консюмерские пользователи консюмерские хедсеты это опять же окулус квест 2 я бы не сказал что окулус квест 1 это хоть сколько-нибудь сейчас это была хорошая такая начальная стадия перед тем как перейти к окулусу квеста 2 у которого продажи и использование сейчас доминирует в принципе на всех платформах то есть если мы пойдем посмотрим статистику стима за январь 22 года туда конечно использование вверх это в стиме это всего лишь 2 и 14 2.14 процента от всех пользователей стима но эта цифра постоянно растет из даже даже там за я декабрь и январь она выросла уже там почти на пол процента потому что традиционно главный рынок дистрибуции вверх и цветов это сша северная америка это традиционно от санкс гимена до рождества огромнейшие продажи практически все мои коллеги у кого есть выпущенные приложения там в либо web story либо в окулус story у всех были отличные показы там покупок показа игр потому что смотрели все и мы смотрим опять же steam то 46 процентов пользователей стима из этих двух процентов всего стима 46 процентов это окулус квест 2 14 это вальв а 13 процентов окулус рифт с то есть это люди которые успели купили себе окулус до того как вышел квест но в целом что нужно понимать что окулусом квестом 2 стиме вы пользуетесь тоже с компьютером исключительно просто по проводу или по беспроводной связи так что можно их суммировать как но совместно с еще с окулусом рифтом первым а есть креста вода все-таки задержка заметная нет я я честно говоря даже не знаю где у меня провод я эрлинком на квесте вот все что мне нужно вере делать я пользуюсь уже давно по 5 герцовой сети просто и и вперед окей у меня у меня ребенок просто очень недоволен именно эрлинком он играет по проводу потому что в экшен игры говорит что задержка заметно ну да ну я не такой взыскательный как дети в этом смысле короче у них нормально так 60 процентов спокойно набирается 65 даже процентов по всем окулусовским устройствам у htc дела чуть по-другому но и щаси и перепозиционировали себя в нишу больше такого бизнес использования индустриального использования образовательного и нужно не забывать что есть китай у китая свои свой мир у них там доминирует шлемы пика пика vr и это плат эта компания которая сейчас принадлежит той же компании которая создала tick tock и в общем и целом у них сейчас там идет своя внутренняя экспансия и это типа первый лайфхак в сторону которого и я тоже иду сейчас это очень сложно добиться денег на инди разработку хотя они есть у от окулуса гораздо проще обратиться к китайцам поскольку эта компания которая и владеет сейчас пика активно готова инвестировать в наполнение своей платформы играми именно играми и немножко не игровыми экспириенциями и поэтому нужно искать искать как заходить к ним особенно если вы российские разработчики есть пути через российских дистрибьюторов шлемов пика которые могут вас соединить с китайским хэдквотером и в общем и целом это реальный шанс как я вижу сейчас перенести тот проект который вы могли собирать под oculus quest перенести под пика так как процессор используется один и тот же тоже примерно android так что шанс есть но я опять куда-то ушел не в ту сторону наверное не я в правильную как раз сторону это интересно было чудо спасибо да я просто сейчас этот путь прохожу он у меня затянулся уже на два месяца и сначала к моей игре на которой я не рассказывал но она сделана просто по сказке моего папы и она уже была в каннах при этом на фестивале это такая детская история а виар и дети не очень дружат по официальным требованиям норм безопасности окулуса поэтому окулус никогда на такой деньги не даст и официальные там субсидии зарубежные тоже не дадут потому что они под эти ограничения 13 плюс 12 плюс очень жестко работают вот но вот я сейчас этот путь проходя понял что интерес есть и просто это из-за того что команда прошлая которая была командой пика сейчас перешла под руководство компании головной я простите забыл название но сейчас идет какой-то процесс перестроения процесс перестроения вот это вот административной истории и я думаю что вновь вернуться и будут искать рынки опять же важный момент окулус квест не продается в россии фейсбук не сертифицирует эти шлемы в россии самые влиятельные самые интересные люди которые занимаются вяром в россии на серьезном государственном уровне заходили фейсбук с просьбой это сертифицировать им это не интересно в россии официально представлены как сертифицированное устройство htc и пика и htc сейчас закупается в основном во все государственные тендеры скажем так пика туда же идет на более низком уровне связанном с 360 хацетами но у них уже появляются новые вот квест 2 аналоги с похожей мощностью и даже сильнее которые они бы хотели развивать поэтому вот говорят тут в россии на русском языке и создавая игру прежде всего на русском языке у вас есть шанс так как все заинтересованы в том чтобы на этой платформе их было представлено больше продуктов адаптировав и разработав продукт под пика вы потом понимаете что вы добавив энное количество не два не коэффициент 2 коэффициент один там и 3 1 и 4 вы перенесете это и на другие платформы можно такой вопрос пика же свой store или можно им пользоваться в стиме да ну вот например к нео 3 пока что вот в стиме 0.32 пользователей до в стиме то есть он работает точно так же как тезард headset который ты либо кабелем либо по вайфая подключаешь к стиму и вперед погнал весь писи я тут не хочу просто быть человеком который исключительно продвигает пика я очень любишь темы htc от сам пользуюсь в основном квестами просто блин мне мне нужно разработать свою игру я там историю своего папа пытаюсь уже 15 лет сделать да если я вижу направление я в него долблю вот сейчас я понимаю что это реальная возможность потому что переведенная на китайский игрок моя пилотная версия игры в китае прекрасно показывается и мой котик мормотик на русском или китом мормитом по-английски китайском мормой сама звучит гораздо лучше чем даже на русском и я типа понимаю что я скорее стану известным в китае чем 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 в россии с этой игрой вот так что оставляйте комментарии я тоже там уточню российских дистрибьюторов пика можно ли дать контакты для того чтобы соединить их вас с ними а их они соединятся с хэдквотером но в целом этот процесс абсолютно реальный надо туда идти а что вообще сразу с официальной работой с китаем насколько я помню до сих пор дистрибуция игр в китае это довольно такой шейди процесс потому что нужна сертификация на игру нужен паблишер и самостоятельно издавать игру в китае довольно тяжеловато если это делать официально что с вот этим процессом да я здесь опять же ну не не то чтобы блатом пользуюсь но вот та история under the pillow китом мормитом который рассказывал она попала как я сказал в программу каннского фестиваля точнее кино рынка каннского кинофестиваля но в которой есть конкурс вир-проектов его финансирует китайская платформа вир вир которая сначала создавалась как платформа для 360 контента сейчас у них есть есть свои location based entertainment парке и они предложили после окончания фестиваля взять на дистрибуцию эту работу то есть у меня есть соглашение с дистрибьютором местным китайским который в вашем случае будет называться паблишером и дистрибьютором поэтому это и я буду публиковаться в story через них но у пика естественно есть свой не китайский shadow store что называется мировой скорее всего публикация международной версии будет через него а китайская через местный а ну окей и это будет наверное действительно история в которой нужно будет найти дистрибьютора который будет забирать свой процент но который будет представлять ваши интересы в яре таких в китае много много больше всего конечно их на тайване есть какие-то цифры но чтобы понимать примерно объем рынка сейчас вверх это всколько всего исключая мобильные скажем так потому что там может быть совершенно дичайший зоопарк сколько пока вверх и цветов оценочно окулусов в стиси и пика чего-то еще перед началом подкаста открыть какие-то цифры и я не уверен насколько они релевантны и потому что это портал game developer точка ком соответственно они показывают что vr installed base миллионах это на 20 наконец 21 года около 26 миллионов инсталляций до стендал он vr занимает где-то две трети остальное вот как раз чуть меньше процесс процент наверно одна четверть этот desert vr и еще все таки осталась большая установочная база как раз вот этого смартфонового vr а около около 20 миллионов получается да но очень много из этих устройств приобретены для индустриального использования я бы я бы уменьшал допустим на 12-15 миллионов ну общая цифра давайте сделаем 12-15 миллионов устройств вот даже заголовок называется omdia research ревел двенадцать с половиной миллионов консюмер вверх от сет солтин 20 21 и траты на приобретение контента больше двух миллиардов в целом я видел когда смотрел некоторые проекты продажи их на я и я видел цифры именно игровых проектов миллион две копии то есть вот как что-то крупнее это ты должен быть наверное битсейбером а вот обычных проектов от простых смертных у тебя там есть возможность продаться на один-два миллиона копий но это хорош на сходе цифры до в чатике в ютюбе есть как раз володи мацель он разработчик как раз VR игр тоже я думаю что он эти цифры лучше знает может он нам в чатик что-нибудь подскажет по этим цифрам уже у него своя индии VR игра которую он запускает тоже наверное будет интересно посмотреть его путь воина но реально по моему на прошлый год более 60 игр превзошли в окулусе продажи больше миллиона долларов и часть из них все-таки это не не только топовые битсейбер который изначально кому она это тоже инди игра которая просто была куплена метой и фейсбуком и стала частью неотъемлемой фейсбук изначально это блин чешские разработчики ну кому он которые сами писали музыку это ужасную музыку первых треков которые ты играл в битсейбере я протестую мне оригинальная музыка битсейбера нравится больше чем их лицензированные треки вот этот еще crap song на маримби какой-то да но но это инди разработчики которых купил окулус и половина игр которые вы сейчас встретитесь в окулусе остальных это бывшие инди разработчики которых вовремя перекупили вот так что да околус основная платформа в северной северной америке и в европе да есть азиатский рынок который существует по каким-то своим странным параметрам больше акцентом на location based entertainment который полностью умер и переродился поскольку это все-таки азиатский рынок там перерождение она происходит постоянно и мы его видим на рынке возвращение компании которые писали что они вышли из строя они возвращаются со своими предложениями вот что там совершенно тот дикий зоопарк устройств с которым невозможно ну какую-то стратегию простроить но он есть не знаю что пока еще сказать про цифры а павел тишине добавить по рынку по своим ощущениям по устройствам дело в том что я тут не не участник беседы скажем так по части георгия у нас у нас дима больше по части того что могу кто мог бы рассказать про как раз по про игры потому что конечно вот если смотреть топ-селлер сына стиме дата у нас там идет по виару это конечно half-life алекс да когда вышел half-life все таки его да вот вот она игра которая изменит мир но она не конечно ничего не изменила но по крайней мере огромное количество людей вдруг узнали про vr павлов vr шутер который был сделан совершенно без возможности выхода официального вот это вот это приключение камеру пола кайф я вернулся но это чтобы взбодрить павлов vr шутер который вышел не на платформе около около 100 а вышел на сайдлоуд vr это приложение целая инфраструктура для загрузки кросс инди контента а сейчас одна из самых популярных экшен-шутеров аналогов которые у окулуса собственно говоря нет ну и так далее мне кажется что любой инди разработчик которому интересно будет сделать что-то в виаре легко найдет прям вот на основных порталах посвященных виару писок самых продаваемых титров самых успешных инди игр за какие деньги кто что приобрел кто сколько заработал потому что ну все практически кто занимаются виаром это индии изначально просто кто-то из них во время ушел под крыло а кого ты рекомендуешь почитать вот то есть какие порталы каналы может да но каналы каналами порталы порталами из российских есть я бы назвал три основных источника это скорее всего вот первым правильнее будет назвать holographica . space алексей лисовицкий редактор ведет ее очень много делает как оригинальных текстов так и переводных затем андрей вашенцев мне кажется он у вас был в подкастах уже несколько раз и он скажем так мало того что он организует конференцию миксар так у него еще есть вот новостной портал миксар который постоянно тоже публикует свежепереводные оригинальные материалы есть еще vr-j.ru вот это вот как бы для меня три основных источника где можно на русском регулярно получать обновления но многие из этих текстов это переводные ключевых зарубежных порталов а ключевым зарубежным порталом относятся upload vr road to vr vr focus vr scout я бы так назвал это нужно делать что-нибудь типа писок вы найдете в комментах ниже вот читать это интересно ну и наверное все таки самое большое сообщество по виару перешло в дискорд которым мы сейчас пользуемся прямо огромное количество разработчиков уходят вот в эти дискорд каналы с ну вот конкретных посоветовать не могу их нужно искать они все таинственном пространстве находятся все все это читать невозможно в том объеме поэтому я просто советую сделать себе google alerts на какие-то ключевые слова типа инди-гейм vr вместе и вам раз в три дня будет приходить хоть какая-то актуальная подборка что гораздо проще чем с просто целыми днями следить за порталом это был лучший совет который мне дали на варки на фестивале крассандинсе в пятнадцатом году меня предупредили что типа вот типа если тебе эта тема интересна ты займись но не пытайся читать все просто настройся google alerts на определенные ключевые слова которые тебе исключительно интересны в моем случае virtual reality storytelling потому что иначе ты потонешь в информации тебя это задавит это поймешь что ты как бы ничего не можешь сделать ничего не можешь понять все-таки это приходится сужать окей мы поговорили про вверх фестивале мы не говорили проверки на кино толком я понимаю ух да снова я возьму слово свои стану на свою табуретку вот вы наверное там знаете какие-то кинофестивали о которых вы слышали сейчас берлинский кинофестиваль есть венецианский есть канны есть еще десятки из даже московский кинофестиваль так получилось что vr как направление стало интересно большому количеству людей из сферы кино и вот этих новых медиа в особенности в франции германии великобритании дании это если из европы говорить и частично в сша и канаде и вот этот вот список стран которые назвал они по сути являются лидерами иммерсивного искусства которое создается на грани между инди виар игрой и что-то вроде такого сюжетного кино анимационного произведения а я за этим активно слежу и как организатор фестиваля которые ищут восточноевропейский и среднеевропейский контент центральный европейский контент и как сам участник этих фестивалей могу сказать что работы которые делаются там находятся в гораздо более сложных условиях с точки зрения публичного релиза очень редко когда хорошая нарративная история получит больше интереса чем инди игра даже если даже инди игра но например gloomy eyes французском аргентинская работа которая начитана коленом фаррелом которая выиграла премию там кинофестивале ван си саузбе south west и разных других ключевых там премий она начитана коленом фаррелом актером и она вышла как релиз в отдельной категории на окулусе как narrative vr experience и это по сути дела анимационный фильм в которых ты смотришь на микроскопические фигурки которые разворачиваются перед тобой или есть такая же еще похожая история называется the lion это анимация но в которой ты чуть-чуть имеешь интерактива ты чуть-чуть участвуешь что не так чтобы ты активно в этом все играешь но это именно то тот объем интерактива который делает для тебя сюжет гораздо интереснее гораздо ближе и вот в этой нише мы и существуем что прикольно в этой нише что она финансируется крупными национальными назовем их министерствами культуры больше всего финансируется во франции в канаде и допустим в бельгии и люксембурге и конечно финансируют они в основном свои национальные студии но большинство проектов и такой продакшен в который вы можете спокойно вступить и там поделить чуть-чуть права но получить базовое начальное финансирование на создание своих проектов можно для тех кто не совсем понимает типа меня вообще вверх кино это что как это выглядит изначально термином вверх и но называлась просто видео 360 когда в моем представлении это вот такое вот ты сидишь и головой вертишь и все а что это вообще на самом деле это очень быстро переросло в гораздо более сложные интерактивные вещи наверное вот если кто-то следил за окулусом самом начале у них была своя окулус story studio в которой они делали как раз интерактивные VR фильмы то что я сейчас так называю одним из самых ярких работ первых которая получила премию эми настоящую татуэтку эми была работа хенри генри закадровым текстом элай джи вуда в котором был маленький ежик который живет одинокой жизнью в своем маленьком домике и в целом кажется что это не интерактивный анимационный фильм но иногда ты отворачиваешься чтобы посмотреть вокруг поворачиваешься а ежик смотрит на тебя или ты отворачиваешься там что-то происходит а вдруг действие замирает какой то есть момент и ты возвращаешься смотреть на ежика а он смотрит на тебя и ждет пока ты на него посмотришь и продолжает свой рассказ и вдруг ломается вот эта четвертая стена в которой ты из вот этого пассивного зрителя 360 становишься пассивным участником ты сам еще ничего не делаешь но ты уже являешься важной частью сюжета я почему собственно спросил потому что ну для меня кино это как оператор поставил камеру как это снято как режиссер сказал на что обратить внимание но ты даешь людям свободу в играх понятно ты игрок в обычной игре он привык то что он может иметь определенную свободу действий он ожидает такого типа интертеймента но в кино же это довольно сложно снять чтобы человек не отвлекался значит другие требования немножко вместо построения кадра у тебя построение сцены идет да я вот про это про это и пытаюсь понять как это как это работает чтобы потом ежик тебе приходит такой ты чё в ты чё башкой вертишь смотри на меня вот сюда смотри но это же как раз его есть вопросы искусства связанные с тем как сделать этот переход бесшовным аккуратным и во многом это похоже на скорее на театральный перформанс нежели чем на традиционный фильм когда актеры подстраиваются под зрителя и зритель активно вовлекается в это или неактивно повлекается в действие которое происходит вокруг него вот vr кино это скажем так анимационный или постановочный театральный перформанс но в вселенной которая не ограниченными правилами традиционного кино но почему это называется кино потому что она полностью соответствует традиционным законам драматургии с гораздо меньшей вариативностью сюжетного развития чем в играх игра все таки тебя позволяет абсолютно свободные часто рассматривать мир и отходить от сюжета вверх кино такой если жестко его обозначить то он держит тебя в рамках сюжета и предоставляемая свобода свобода исследования свобода просмотра все равно тебя так или иначе вернет в те сюжетные рамки которые обозначены были автором проекта то есть режиссером этот диктат экрана когда ты приходишь кинотеатр и получаешь тотальная диктатуру режиссера который говорит вот смотри на экран и только на экран она тут чуть-чуть дает иллюзию свободы и для нас как людей из кино это и есть интерес как сделать так чтобы люди думали что это они выбирают на самом деле они все равно находятся в еще гораздо больше зажатых условиях чем даже в традиционном кино играющий обычно ждет игрока в большинстве случаев когда не делает игра находится вайдл-постояние кино не ждет и мне твой звание с театром понравилось потому что я был на экспериментальной постановке где зрители сидят внутри как бы сцены а театр события актеры находятся снаружи и впечатление совершенно потрясающе когда события возрывается вокруг тебя ну и вот но и сейчас и соответственно большая часть игр точнее виар проектов это уже смесь абсолютная с играми даже даже там один из самых крупных российских проектов который был сделан виаре эффект кеслера у них была даже своя там площадка на марсе еще в других местах это сделал антон уткин там играли в мошен кепчер юри колокольников ирина старшинбаум и еще актеры и это как раз виар кино интерактивное виар кино в котором у тебя гораздо больше свободы и у тебя есть даже позитивная негативная концовка но в целом ты находишься в рамках одного сторителлинг сюжета который ну даже тебе то что несмотря на то что тебе активно нужно что-то делать что-то с кем-то бороться частично ты все равно находишься предлагаемых обстоятельствах наверное что интересно сейчас ключевые фестивали все больше и больше расширяют вот эти кинофестивали рейнденс там венеция в какой-то степени они уже поняли что на одними кинематографистами программу не наполнишь поэтому все больше и больше игр которые тоже все больше и больше себя включают сторителлинга и нарратива они начинают подключать игры я вот был в жюри рейнданса в этом году и в прошлом году и в итоге приз который мы дали за лучший дебют это была абсолютная игра но с потрясающим сюжетом но хотя были абсолютные традиционные кинематографические vr experience и так что мой основной посыл что инди разработчики которые хотят побольше нарратива в своих работах рынок кинофестивалей которые сразу сделают вот это вот все красную дорожку пресс-релизы фотографирование и прочее для них эта площадка уже открыта и надо смотреть на ключевые фестивали где подобного рода проекты вашему уже были и подаваться туда и не стесняться говорить что вы нарративный vr experience внезапно стык игр и кино произошел вот здесь в я не то где мы его ждали все а где вы его ждали ну ну в традиционных играх ну то есть игры обычно себя как позиционируют не совсем позиционируют а очень часто появляются отчеты типа вот игровая индустрия обогнала кино и все-таки ура мы в играх работаем они кино занимаемся и с каждым годом это все больше и больше и сейчас просто такой тренд что типа вот игровая индустрия она денег больше вот это все и мы как-то немножко сторонимся вот кино это одно это вот люди в кинотеатр там нетфликс подписался смотришь по подписке а вот игры это что-то другое это что-то замечательное а вот тут на самом деле стык происходит как раз именно в мире и это прямо интересная мысль получается но тут как раз ровно об этом как раз интересно просто в играх есть такое понятие там катывая сцена да но в яркий но катывая сцена не прерывается повествование она является непосредственным сюжетом и получается что ты даже живя в этом мире вот это то что про что и паша рассказывал про то что когда он перешел из point and click of vr что тебе интересно жить в мире в котором что-то постоянно происходит и это сюжетное развитие которое тебе нужно наблюдать она никак не вот не так что ты сидишь и не знаешь что сделать джойстиком и ждешь пропустить ли катывая сцену или или нет она является то что тебя интригует ты не хочешь ее пропускать потому что это и есть 100 процентов контента они просто пояснение к основной игровой механики вы говорите про вот на раке и так далее вопрос финансирования немножко вы говорили про то как китай готов финансировать игры а вот конкретно расскажи про финансирование нормативных таких проектов почему ты считаешь что сейчас легче получить анонсирование давайте так попробуем есть несколько путей как получить финансирование инди игре возьмем платформу окулус у них есть свой gaming department и я буду называть его кулус потому что он все-таки окулуса ними то есть свой gaming department есть свой нон-гейминг department в принципе любой разработчик может им написать через их девелоперс платформу и сказать ребята у меня есть такая история я знаю людей они правда все ушли на матер нити лиф и потер нити лиф но вот я когда с ними общался как жюри для фестиваля которые делаю в избадами в германии они говорят да просто присылайте нам свои питч деки у них лежат на окулусовской платформе примера своих питч деков и они рассмотрят а допускать ли эту игру на в официальный store б могут ли они как-то продер поддержать его финансированием из своего фонда разработки вот есть два равнозначных направления окулус гейминг и он окулус нон-гейминг experience так называемый это вот я занимаюсь нон-гейминг experience да есть ребята которые подаются в гейминг это первый путь первый шаг который стоит сделать долгий отклик точно так же как я так понимаю как эпик мегагранты это тоже не не быстрая история абсолютная как бы повезет не повезет особенно с пандемией когда все эти люди ушли на удаленку и еще дольше отвечает но у них есть фонд им нужно тратить определенное количество тут вопрос том сделайте ли вы питч дек правильно как как они просят я сделал как они просят и они мне честно ответили твой контент как бы ты ни пытался выглядит как контент для детей до 13 лет очень милая история очень классная представляй как угодно как ее семейная но дети в нее будут играть больше как чем мы остальные у нас есть ограничение что фейсбуковскими аккаунтами могут пользоваться не не младше 13 лет мы как бы не хотели не можем тебя поддержать финансово если ты выпустишь там на и плабе свою игру максимум мы можем ее подсветить потому что у нее есть фестивальные награды как какой-то такой фестивальный экспириенс все окулус для меня закрыть дальше возникает национальное финансирование финансирование стран которые подожди ты пока мы далеко не ушли ты сказал что ты сделал презентацию как они просят а как они просят какие царика какие советы может дать и там там все просто заходите на окулусский окулусовский портал девелоперский разработчик и в форме подачи своего проекта для публикации в около история есть пример питч дека который по моему их там несколько который для них кажется наиболее правильно составлен целевая аудитория та же самая там не просят финансовых показателей особо показать там просят содержание и контекста для какого рынка это сделано для какой аудитории какому какой тип игры или не игры вот просто это скачивайте смотрите и старайтесь свои презентации адаптировать под их задачи национальное финансирование во франции это называется cnc то что у нас является министерством культуры в какой-то степени да они поддерживают грантами до 140 до 150 тысяч евро национальные виар креатив номерик то что цифровые цифровые креативные проекты в том числе и виар получают эти проекты в основном французские студии но как я и сказал эти французские студии чаще всего являются такими копродакшн партнерами зарубежных студий которые совместно делают произведения где французская студия является но реально партнером имеющим репутацию но и тем кто получает национальное финансирование например самый известный за прошлый год проект который в нашей версии кино среде голиаф он получил гран-при жюри в венеции и еще еще несколько призов и его вы можете скачать на вокал история в плаве голиаф playing with reality это абсолютно как бы шизофреническая история рассказывающего документальное интервью человека с шизофренией но при этом он геймер и для него игры это способ хоть как-то общаться с миром у него там своя там ментальная инвалидность но в играх у него там есть друзья и он говорит что вот тот там период наркозависимости период другой зависимости которая у него была период содержания в ментальных учреждениях он из него вышел только с помощью игр и по сути дела это игра голиаф это не играет это экспириенс закадровый голос который написано записан тильдой свинстон свинтон это за 40 минут вы проходите там от 8-битной графики до вот современных 3d шутеров которые развиваются и продолжают рассказывать его историю и вас возникает мини задачки типа пострелять в летящие вас штучки какие-нибудь мини арка ноиды но только в я но это все этапы изменения пристрастий этого главного героя вот и эта игра она сделана между францией бельгией канадой и с каждой стороны они получили по своему кусочку финансирования собрав 100 процентов финансирования не инвестиционного не внешнего которым вы должны должны вернуть деньги а который субсидирует культурные проекты еще и с ушел импактом социальным смыслом еще и ну с возможностью каких-то актеров мирового уровня у меня вопрос еще такой сразу по ходу действия ты говоришь про финансирование а условия получения то финансирование какое-то есть надо возвращать деньги и не надо возвращать деньги если какие-то ограничения на использование этого контента территориальные моральные что еще вот то что мне человеку из кино очень хорошо понятно а и мне очень непонятно как это работает в гейм индустрии потому что я пытаюсь это как-то осознать в кино и в данном случае мы говорим что vr кино пошло по пути традиционных схем финансирования кино есть две схемы возвратные и невозвратное финансирование чаще всего это называется субсидирование и чаще всего про vr мы говорим как про субсидирование то есть это не возвратные деньги которые выдаются культурному проекту имеющего культурную ценность и которые соответствуют условиям той страны которая это выдает во франции что 50 процентов прав на проект и 50 процентов команды является французской что деньги там расходуются частично во франции и только определенные статьи расходуются за рубежом и вот но я бы сказал это основные параметры это принимает решение экспертные советы и соответственно никто не мешает в рамках имеющихся co production договоренности между странами которые тоже были сделаны для киноиндустрии получает совместное финансирование франция канада бельгия три франкоговорящие страны да могут спокойно объединить свои национальные бюджеты каждый из которых получит по своей доле прав дистрибуции в своей стране но что с этим дальше делать ну как бы это культурные проекты они изначально не созданы под под то что они будут супер окупаем и они про то чтобы развивать границы искусства и границы жанра нового и уж доколе поскольку вот эти культурные институции под свое крыло взяли виар сказав что это культурная штука то как бы но они несут ответственность что это не окупается и не должно по крайней мере потому что мы развиваем жанра пока что они создаем коммерчески успешный продукт что тоже бы хотелось но это работает по другим законам а какие-то еще требования не выкатывают то есть если это vr experience где оно должно работать как это должно работать или ты просто тут получаешь делаешь питч получаешь финансирование и там уже дальше более-менее собой надо как-то отчитываться что я вот все я это сделал все отстаньте от меня деньги вот потратил все хорошо но безусловно никто не мешает вам стратегия дистрибуции везде просятся как документ который подтверждает что вы не просто создаете проект который нигде не будет показан безусловно у вас у всех есть модель публикации этого проекта в открытых сторах что не гарантирует ему успешность но чаще всего говорю мы под крылом культурных институций поэтому мы идем на кинофестивале кинофестивале это всегда те или иные пиар возможности которые позволяют этому проекту получить местную локальную дистрибуцию в той стране которая организует этот фестиваль через location based entertainment да то есть очень многие как вот в китае например многие площадки многие location based штуки которые сделаны исключительно подразвлекательные игры хотят иметь хоть какую-то культурную штуку потому что у них приходит разная аудитория у них приходит семья из четырех человек папа мама дочка сын папа сын с удовольствием пойдут постреляют зомби роботов мама дочка очень имеют ограниченный выбор контента хотя они все пришли вчетвером на четверых нейтрального характера очень мало а вот отправить условно говоря папу маму дочку посмотреть какое-то интересное культурное вот типа то что я сказал gloomy eyes или the lion или там еще много таких приятных около мультипликационных добрых проектов спокойных это хорошая нишевая нишевый продукт существующий в рамках нишевого продукта вверх все будет какие-то вопросы по этому процессу по культурному процессу в играх с ним стал кило и вот если вы исчез да паш а расскажи может быть быстренько вы куда-то подавались же с фрустрейном на финансирование может свой путь как-то песенка скажешь во первых этим больше дима занимался во вторых но мы прошли оправ на окулс то что в общем то тоже такая заслуга большая что пройти его очень сложно отсеивается большое количество людей и и боже они проходят через это количество вот этих пич деков которые они все переделывают и переделывают и переделывают в соответствии с требованиями окулса и мы прошли со второго раза пич дек делал дима и он уже на как печат игры этот пич дек вы видели я специально посмотрел это был второй выпуск как пич тигра так что это было прям вообще еще бородатые времена особенно говоря про диму который который показывал игру в которой тоже бородатый дима толка смоделированные уже много нет меня не к сожалению нечего добавить может был бы сказал да я просто тогда добавлю что вот ребята печились как бы традиционным путем игровым и когда увидел фрустрейн димис посоветовал у нас тоже есть своя культурная платформа я не знаю насколько она сейчас существует раньше она называлась калейдоскоп сейчас она называется artisan artisan.fund и там как раз эта смешанная платформа что-то между и вот как раз vr кино проектами и нарративными играми и ребята туда вот например мой проект туда в пичи тоже не прошел а их проект прошел то есть они результата результата в результате его не выиграли но они по крайней мере представили проект из игрового быстренько перешли вот такой вот нарративный потому что очень высокая художественная ценность самого визуального визуального стиля вместе кстати на вот этом калейдоскопе и мы шли достаточно ну таким хорошо шли бы были шансы что мы прямо возьмем сейчас да получим у нас буквально последний момент обошел проект с которым у нас не было шансов соперничать там проект как бы такой социально значимый и мы были так разочарованы я не знаю рассказывать ли что это был за проект это тоже был какой-то vr проект на тему абортов женщин которые как они переживают это очень серьезно мрачная штука и мы со своей игрушкой конечно быстро отвалились потому что с такими темами развлекательным играм соперничать не да ну вот артизен просто и калейдоскоп это платформы с маленькими грантами но они как раз американские фонды всякие которые там занимаются проблемами национальных меньшинств проблемами сексуальных меньшинств социальными проблемами они у них там говорят вот у нас есть такая возможность сделать конкурс среди социальных vr проектов давайте вот сделаем бы нам выделить там тысячу или полторы тысячи долларов проект у вас на платформе уже опубликован вам все что нужно это нажать кнопочку с обид под данный грант дальше там начинается система внутреннего голосования по результатам которого но кто-то побеждает плюс проходит во второй тур где ты этот проект представляешь и так далее ну то есть идея хорошая просто у ребят в сша сложно сотрудница соперничать с возможностями которые там дает окулус но опять же практически все крупные кинофестивали сейчас имеют свой рынок проектов иммерсивных проектов на рынке у вас появляется возможность если вы туда проходите устроить несколько сессий ну во-первых публичную презентацию проекта во вторых пообщаться с экспертами из разных стран и вот мой еще один из советов был бы как раз для разработчиков которые делают что-то с нарративным сюжетным скажем так с развитием действия не стесняться подаваться на эти рынки из ближайших и самых крупных это два французских фестиваля new images проходящих в париже так и называются new images festival и у них xr co-production market xr financing market и пожалуй если у вас что-то такое связанное с анимацией связано с не обязательно вот с милой cute анимации в стиле pixar а но в принципе вот например пашин там стиль ну аровский это тоже анимация взрослая анимация так называемая то это фестиваль ansi это анимационные канны у них есть свой мифа печен куда вы можете пойти в направлении digital experiences пожалуйста и эксперты уровень которых есть там это эксперты самые высокие из мира кино и анимации в том числе от ключевых мировых анимационных студий каждый из которых сидит и каждые полгода такие надо запускать свое вар направлении уже можно количество устройств еще не достигло их ладно до следующего квартала так что нужно не стесняться искать финансирование там где казалось бы она не должно быть для вас и вот фестивальной именно кино рынке это хороший путь мы прошли по всем темам которые у нас были описаны документе давайте может перейдем к вопросам что там есть достаточно интересная тема да давайте как обычно зачитаем den orange black and white спрашивает происходит ли в яр новый бум инвестиций когда смотрел вакансии часто видел именно вверх студии ощущается вот какие ощущения у вас есть что там я быстренько скажу 2020 году вышел мандалорец который использовал virtual production studio на на анриэле фонами сделающиеся на игровых движках и теперь в virtual production studio это как бы золотой грааль кинопроизводства и медиа индустрии которые абсолютно полностью используют наработки созданные в виртуальной реальности но типа мандалорец не на пустом месте появился он появился на разработках которые лукас x-lab а лм x-lab делали еще на лайн кинге и на джангл буки когда они делали привизы и с помощью игровых движков ready player one полностью был про привизен и проработан с помощью виртуальных камер используя хатсет и htc хатсеты и как бы и оттуда уже вышел скажем так virtual production studio большинство вакансий которые вы сейчас встретите связанные с около виара в итоге будут связаны с тем что вам нужно будет уметь в анриэле работать виртуальной продакшен студию делать клипы делать сериалы и вот это направление сейчас есть из крупных вакансий сейчас появилась вот буквально пару дней назад там арт-директора ищут в 123 продакшен в 123 vfx 123 это те кто делали перевал дятлова и другие сериалы вот у них в fx и тоже там ищут арт-директора по vr естественно у нас есть сберовская vr и r лаборатория вакансии появлялись еще и у других крупных коммуникационных холдингов очень многим хочется это пощупать и действительно правильный вопрос есть такой бум вот как я сказал а чё уже можно попробовать но вот есть компании которые говорят рановато а если к ну давайте давайте атом омоэффект как-то уже подсасывает спасибо тут и в чате внезапно вопрос от кирилла комарова которую вы упоминали он не понял и третий сказанного в подкасте но спасибо говорит вопрос такой если у литературы и vr совместное будущее я так понимаю он имеет ввиду vr книги vr что vr книга это vr нарративный экспириенс ну возможно да это как если у кино и книг будущее есть экранизация и новелизации наверное никто не пытается книгу читать на экране два часа когда делают экранизацию все-таки нанимают актеров и что-то делают ну вот я бы тут снова снова паше бы дал табуретку с его экспириенсом все-таки связано ну ладно допустим не с литературой нас музыкой потому что мне кажется что вот паша сидел три с половиной месяца вот в своих этих зеленых досках и и что-то делал что то делал мы иногда заходили в vr чат что-то тестировали но только где-то к концу уже там условно говоря за два-три дня до премьеры концерта у нас появилась версия мира в которой мир соединен с музыкой и можно пройти от начала и до конца и мне кажется что вот тут интересно понять что хоть это и все и разрабатывалось параллельно но вот ощущение когда это все вместе она совершенно другое паша может расскажешь что-то про про то что тебе понравилось именно с в связи с тем что много пользователей одновременно как-то это сыграло свою роль на то качество восприятия того что ты сделал я только сейчас не могу понять как как не это увязать с ответом на вопрос кирилла литературе прости кирилл ну ну да в данном случае с музыкой то что-то появилась и музыка и другие люди наполнили мир и существа тут значит было как сначала когда это абсолютно разные эффекты когда я первый раз открыл билд с этим миром это один одно впечатление потом когда мы вместе с димой вдвоем зашли уже в этот мир это уже вдвоем то есть человеком тоже другие впечатления потом мы были вчетвером и так далее когда на концерте Жан-Мишель Жара на последнем концерте было 40 человек одновременно там просела фпс просто ужас ну и впечатление от мир ну то что вот тут это действительно уже подходит слово мир потому что ты видишь вокруг себя потому что да это во первых концерт это музыка это событие ну которая объединяет там всех людей которые туда пришли которые при этом далеко не всегда смотрят сам концерт а просто развлекаются тем что бегают прыгают находит место где можно сброситься с крыши и делают это с удовольствием многократно раз за разом и я не знаю к чему тут привести свою мысль что будет ли в этом еще и литература не но но тут просто да это я к тому кто и мысли веду что на самом деле золотых гралей виара в современной в современном мире всего там на самом деле три первое это делайте под стендалон хэдсеты которые типа окулус квест 2 или там пико нео 3 потому что все будут пользоваться мобильными гарнитурами и если это и станет когда-то более-менее популярным то это будет на квестах но смысле вот на таких не подключаемых ни к чему гарнитурах но потому что по-другому тяжеловато второе это мульти мульти юзерский контент абсолютно меняет полностью представление от проекта то что вы его делаете многопользовательским и пользователи создают вот в таких нарративных историях и в играх гораздо больше чем тот сюжет который вы туда изначально заказа заложили и третья история это юзер generated контент в какой-то степени даже в нашем мире оксимор в котором все как бы было предраспределенно последний момент появились какие-то цветящиеся фонарики которые можно было захватить или была сцена в баре в который ты мог взять напитки и и все ходили наливали друг другу передавали друг другу коктейли и пытались создать что-то свое рисовали вот этими летающими угольками в мирах какие-то фигуры и делали огромное количество твитов скриншотов публикаций которые информацию о концерте который был за рассчитан всего на тысячу человек распространили в гораздо более широкой вот эти три золотых граиля мне кажется это то что сейчас ищут и организаторы кинофестиваля как я и платформы которые публикуют vr игры ну и наверное пользователи следующий вопрос парадайн задает подскажите лайфхаки как разработчику уменьшить motion sickness своей игре чем-то вы пользуетесь каким-нибудь своим ноу-хау или все решения довольно одинаковые ваш тебя тошнила в итоге где-нибудь в оксиморе укачивала ты же у меня укачивала только когда она на ранних этапах у нас была гравитация такого что прыгает и подлетал метров на 6 в высоту и вот это да лучше было этого не делать в остальном нет это это все очень субъективно зависимости от восприятия человеку всех как организм отреагирует на это во первых во вторых если тоже важно там в первый ты раз или это в пятый ты уже ко всему этому привыкла адаптация момента я от своего опыта связанного с видео 360 могу сказать мы там с этим много экспериментировали связано с тем чтобы тележечка проезжала чтобы дрон пролетал там motion sickness это еще низкое разрешение и вот это вот все покачивание стабилизация плохая там решение которое я перенес в интерактивные проекты называется объект переднего плана то есть если у тебя как только у тебя появляется любой объект переднего плат плана платформа под тобой клетка вокруг тебя или что-то на что ты можешь сконцентрировать свое внимание даже если там частичный элемент меню на который довольно крупный как самостоятельный объект существует у тебя моментально пропадает motion sickness так как ты концентрируешься на одном неподвижном объекте который движется с тобой в одной плоскости в одной траектории ничего такого более простого и более логичного не придумано если ты куда-то движешься без своего желания тут тебя должно двигать твой мозг сразу такой все в порядке так и должно быть спасибо он же зовет еще один вопрос какие вир опции скоро станут мейнстримом я про такие вещи как отслеживание глаз трекинг всего тела перчатки с ограничением движения все направленная беговая дорожка датчики более так далее отслеживание глаз и full body capture это уже как бы работающие модели которые просто не пошли пока него не подходит в этом камбре выходит в этом году это же новый мэтовский хедсет и у них есть и отслеживание глаз и отслеживание эмоций то есть они могут переносить эмоции в твоего виртуального аватара да то на что мы жаловались когда обсуждали их вир пространство что там все без эмоциональные они собираются решить с помощью новых цветов без ног ноги до вирчат огромное количество пользователей в вирчате имеют 66 трекеров ские full body костюмы сама самодельные которые делают на локте на ноги и на пояс и танцуют делают целое представление full body в вирчате даже у нас паш там в oxymor было огромное количество людей которые пришли в full body и вытворяли штуки которые остальные не могли сделать на хедсетах это безусловно то что будет упрощаться и будет доступно а второе по популярности это да это отслеживание глаз и передачи вот этих информации о глазах в мир там свои наработки были уже и у htc у явно у apple это будет как бы базовый функционал когда они что-нибудь уже выпустят и да и вот то что вы говорите мета владимир терехов спрашивает портативные шлемы сейчас более приоритетная как целевая платформа чем и к пк и вир но в общем и целом весь весь свой до весь свой спич и посвятил тому что да процессоры будут улучшаться ту свободу там 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 две грани есть одна грань называется классно что у тебя беспроводной шлем а вторая грань называется но он разряжается и дальше возникает история про баланс вот там базовых ацет как его продает oculus он сделан с таким ремешком баланс тут не до конца соблюдается эта часть все-таки на тебя начинает давить какой-то момент окей они выпустили elite strap который сзади еще и батарейка который суда подключается там usb и type-c кабелем но эти elite strap и ломались типа у 95 процентов потому что плохо сделано на скорую руку выпущены они даже бесплатно обвинивали их меня где-то запасной так в америке и завис вот но зато этот elite strap решал проблему балансировки и все равно у тебя вот этот вот хедсет как бы продержи ну держался ну 45 часов максимум на полной зарядке это но не так много именно потребителям надо больше чем четыре часа пользоваться вяром никто не в том что человеку к 4 а в том что человеку нечего делать четыре часа вяре у него обычно есть другие обязанности но там возникает дальше вопрос раздражение кожи вот по этой части которая касается с маской поэтому окулус тоже это вот у меня кастом на маска которую я поставил а так вообще они тоже перевыпустили вместо поролоновых сейчас все делают уже силиконовые и на всех своих вера фестивалях и вера показах мы выдаем еще такие одноразовые маски зорро которые позволяют убрать вот эту раздражение потому что она все равно появляется под плюс это все у вас этот красный след может у некоторых там несколько часов не сходить сожалению и это все по своему ребенку сказать на несколько дней можно держаться активно играть ну вот мог можно просто действительно закупить себе побольше этих одноразовых масок меня силиконовые заменители стоят ну да мы из-за пандемии на самом деле научили наконец-то людей надевать еще одноразовый просто ну не поролоновая как и ну короче как обычные маски только на глаза и к счастью все начали их носить потому что когда у тебя там приходят взрослые мужчины это нормально там нужно силиконовую спиртовой салфеткой протереть и все хорошо когда приходит человек с макияжем ярким у тебя это половина остается на хц эти после 30 минут и вот это все как бы в какой-то степени и говорит про мобильность устройств да конечно если мы говорим про консюмерские устройства то консюмерские устройства будут все больше уходить в мобильные платформы на базе там вот этих вот чипсетов сейчас это xr2 xr2 дальше будет какой-то другой процессор если мы говорим что вы приходите на какую-то выставку или вы делаете какой-то проект для галереи для музея для какого-то location based entertainment то они до последнего будут использовать максимально продукт ну про до компьютер с максимальной продуктивностью с максимальным качеством графики поэтому что называется вывод 1 закладывайте производство проекта так чтобы вы могли сделать подобие платформы я хотел что я был когда в японских аркадах несколько лет назад и у них я был уже полным ходом как аркадный экспириенс они по-прежнему использовали ноутбук в виде на ревероком вешается тебе на спину и и так далее потому что люди ходят в аркады за тем что нельзя получить дома правильно дома такой экспириенс не сделаешь да если вы сходите там центральный детский мир там находится арена арена vr забыл называется на минус первом этаже у них там целый парк то вот все эти free roam арены с хорошей графикой они также делаются на каких-то ноутбуках на бэкпэке либо действительно это вот тот этап на который все пытаются сейчас перескочить в том числе там и портал vr в россии и все остальные это но либо разработка изначально мультиплеера чисто под квест либо же air link квеста с его компьютером и как-то это все так за изделить что компьютеры отдельно квеста отдельно но все вроде как бы летает но вот как было сказано самом начале трекинг недостаточно не трекинг а лейтенции довольно большой кто по опыте и в играх вот аудитория которая покупает мониторы по 120 герц потому что им реально нужно они потому что это модно они замечают лейтенции не знаю грустно это на грустной ноте мы это все заканчиваем или нет лайфхак было говорили про следы на лице я просто ремешки не затягиваю сильно меня никаких следов и ничего не чешется и ничего не переваливается вперед уже не балансированный найти баланс на серьезная ну как бы не шутки ради говорю мне помогает у жены допустим она говорит что у нее тогда не фокусируется нормально глаза на этих на потому что это немножко сказать можно построить диоптрии правда по второму курсе это неудобно делается на в первом можно будет 3 вполне нормально ну вот попробуйте так а еще самое самое главное что любой ваш вот как у паши там история с их форстреном кота по которому я их нашел на жену мишеля так и у меня любой ваш индии проект который вы начинаете делать и где-то афишировать и пиарить он очень быстро вам сейчас особенно на таком дико перегретом рынке формирует текучку коммерческих проектов связанных с разработкой vr очень легко попасть под какой-нибудь условно говоря завод или что-то еще которому срочно нужен vr-тренажеры у которого ну которые просто вас будут холодную находить и писать если у вас есть страничка сайт посвященный этой игре в которой есть ключевые правильные слова даже если нигде не написано что вы этим занимаетесь коммерчески все равно будут звонить абсолютно люди которые просто по листу прозванивают все компании которые занимаются vr и это хорошие деньги и часто просто люди не знают но они ищут так что не нет не 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 относитесь там потенциальной разработки как к тому что вы делаете ради этой разработки это вот как и в случае там с паша они пока не дофинансировали свою игру но это им дало проект который там их делает более-менее узнаваем это на международной арене из из этого узнаваемости они смогут обратно сейчас пытаться найти деньги на игру потому что теперь их знают все взаимосвязано следующий вопрос от игорь димчук какие способы взаимодействия с окружением отлично работают в вверх а какие плохо ваш это это надо просто сейчас сидеть вспоминать все способы перечислять все способы взаимодействия и спрашивать мне нормально те как мне ну виртуальные рисовалки всегда работают на отлично то есть любая возможность создать что-нибудь что вы можете делать своей рукой создавать в пространстве рисовать что-нибудь будет работать до конца от проведения уроков по математике в на стенке half-life алекса до там рисования 3d полноценных картин с помощью tilt браша который интегрируется внутрь уже какой-то игры это вот прям самая идеальная механика потому что она одна из этих вот трех золотых граилей вяра сдаваемый пользователем самим контент в виртуальной реальности вот главный вопрос главный вопрос современности как перемещаться типа джойстиком ножками или или типа перелетать нажимаем на джойстик это главный вопрос механики передвижения вере разнообразие взаимодействие наверное важно ну просто вот на примере оксимора когда у тебя одна локация где бар и напитки и ты можешь по барной стойке бегать прыгать там бармену залезать хватать эти бутылки потом ты и ты не видишь ну не видишь улицы не видишь города потом ты оказываешься в локации парк откуда у тебя открывается ну большой вид на на городом панорамный и это уже ты уже позабыла по провести бар и про все эти бутылки с которыми только что игрался и ты уже ты турист который оказался в гранд-каньоне например в гранд-каньоне которого растут небоскребы нью-йорка и ну то есть на контрастах и одна механика не одно взаимодействие а перемены чем больше тем лучше наверное он же спрашивает оказывает ли сильное негативное влияние на погружение гличи типа клиппинга мешай и тому подобное при взаимодействии с окружением мы прям чатики в нашем сегодня этот вопрос с ребятами обсуждали и и к чему пришли до ответ да или что мы мы пришли наверно потому что ответ да что мешает потому что объем воздействия на мозг того что происходит в яре очень большой и мозг начинает перегреваться от того что ему просто засвечивает извиняюсь глазам ты типа когда у тебя мозг не может осознать и распознать свое положение в пространстве что происходит это же можно сделать намеренно но это можно сделать аккуратно когда это прямо кличи это уже больно и мозгу и глазам дима написал что-то вроде вот все что бесит в играх неправильно и она тоже и вяре бесит только гораздо сильнее может да да следующий вопрос от ergo pxs как показала история дешевый вир экспириенс аттракционы стенды фильмы и т.д. не находят широкого отклика у пользователей а чтобы получить уникальный для вир опыт погружения они просто разве вау-эффект требуется создание невероятно проработанного и детализированного контента каст касты на разработку которого по текущему объеме рынка отбить крайне сложно зачем делать что-то под дверь если то же самое проще и дешевле выпустить под обычные флэт скрины и потом прекратить вверх если она потребуется я приведу этот долгий долгий вопрос в целом почему бы не сделать просто игру у которой есть себя режим ну как hitman например делает и может посмотреть посчитать отзывы про я режим hitman и понять почему они не стоят какие я не читал отзывы но это просто у меня из головы последний пример который вылез что вообще про это продумайте такой стык обычной игры плюс vr но я уже говорил что vr как направление связаны вот с такой необычной разработкой созданием действительно качественного опыта это субсидируемая область которая поддерживается культурными институциями ровно для того чтобы были примеры того что в этом можно сделать это не станет никогда мейнстримом и если не будет хороших примеров как в проблеме курицы или яйца того как это сделано поэтому на текущем этапе очень многие вот эти косты на разработку они должны быть субсидированы и не забывайте что в россии тоже опять же появился сейчас президентский фонд культурных инициатив у которого есть отдельное направление в том числе и проектов связанных и rvr разработкой да они имеют определенную социальную определенную патриотическую тематику но очень многие темы очень хорошо с этим женятся также есть институт развития интернета которому тоже в принципе эта тема довольно таки подходит и это более сложное финансирование но она тоже субсидируемая которая позволяет вам проработать эти механики заранее а вот что касается того почему это нужно делать под виар они под игру наверно паша может рассказать потому что если бы он создавал мир не под виар а понимая что это флэт игра мир бы наверное выглядел абсолютно по-другому ну на мой взгляд это просто вообще совершенно разные задачи зачем зачем делать под виар почему под под виар ну можно просто приводить там быть почему это не надо делать да потому что ты денег на этом не заработаешь почему это надо но кроме каких-то идеалистических или или вещей но которых я могу сказать как художник и я в первую очередь все таки именно как мне это как как творчество как я уже говорил интересно то это просто ну невероятные возможности и для творчества и для восприятия эффектов я я разве что могу сравнить как вы как вы поедете в какой-то город новый лично или как вы увидите на виде видеозапись с камеры о том как кто-то в этом городе побывал это банальный может быть и плохой пример но целом это так я вижу как для себя как для разработчика просто возможности для чего-то совершенно нового и интересного потому что в виаре все все вот эти наработки если этот огромный мировой исторический опыт гейм-дева он начинает буквально все заново все работает по-другому все что мы знаем умеем она можно это просто заново все открывать изобретать эти велосипеды велосипеды махалеты и и все это будет заново по-новому и я думаю что открытие зачем этим заниматься мы увидим уже сами достаточно скоро мы может быть и не очень скоро том плане что сейчас может пока нам не очевидны какие-то вещи которые потом будут открыты и будут очевидны для всех и яр станет уже какой-то такой общей темой как мобильные игры стриминговые сервисы ну да я я добавлю тоже от себя что все таки в яре вот этот вот стереоскопический эффект мы на практическом примере просто мы показываем какую-то версию мира с записью экрана с обычного монитора который я делаю там для жан-ми шильжар он говорит мне это 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 не нравится потому-то 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 у нас есть два пути либо сказать жан-ми шелью что хорошо мы переделаем либо как паша дел говорил и дима особенно оставил он дима каждый раз когда приходили какие-нибудь комментарии говорил а он это в яре посмотрел это в яре посмотрел и действительно мы такие вынуждены были там отправлять вот человека который gmg приезжал с вестом вторым запускали ему мир он смотрел и у него все вопросы отпадали потому что ощущение от даже от того же самого мира перезахваченного в плоском формате от мира в которым ты находишься и видишь стереоэффект пространство перемещение в этом пространстве это совершенно разные вещи и конечно есть еще момент связан с тем что мы привыкли воспринимать экран как одно из один из коммуникационных каналов то есть у меня вот сейчас тут открыт монитор на который я смотрю открыт еще ноутбук тут есть телефон на который мне иногда сообщение приходит есть часы четыре разных канала на которых я могу отличься примерно одновременно вере ты остаешься ровно с одним каналом коммуникации и он отключать тебя гораздо больше от реального мира чем компьютерный экран на котором ты все равно хоть как бы не концентрировался там ford на эти все равно у тебя есть возможность легко отвлечься до из вяра и в нырнуть и вынырнуть из него гораздо сложнее вот это путешествие которое ты совершаешь находясь в очках в шлемах виртуальной реальности она совершенно по-другому расстраивает твои взаимоотношения с тем миром в котором ты находишься и наверное вот поэтому разработка чисто под 2 арт требует гораздо более точного внимания как человек это будет переживать спасибо и последний вопрос он на самом деле довольно сложный я не думаю что у вас тема для подкастка сада это такие существуют особенности геймдизайна вер играх спрашивает фенекс будем браться отвечать на этот вопрос или сейчас она думаем тема для исследований даже для начала большая очень тема я даже не знаю как мы сможем ее найти течение 5 минут я думаю что есть хорошая как бы возможность попробовать посмотреть как раз в арчат это очень хорошая платформа для того чтобы понять разницу в подходах между геймдизайном под VR и геймдизайном под обычным да конечно VR чат это очень примитивная платформа для взыскательных любителей игр но это абсолютно юзер-дженерейтед мир в котором большинство миров сделано самими пользователями и ты находясь в VR чате на обычном экране видишь этот мир с одной перспективы в которой ты видишь даже если это создано не под VR а просто для просматривания ты относишься к нему кто как традиционной игре зайди в этот же мир в VR и ты увидишь для себя какие-то некомфортные моменты которые тебе кажутся не до конца продуманными или тебе будет чего-то не хватать до появляется объем но не появляется вот это вот определенных фишек VR-овских связанных с тем как ты хватаешь объекты как ты что делаешь например в предыдущем концерте Жан-Мишель Жара у нас можно было подойти к стенду с очками на взять ли на себя очки у тебя появлялся глючный эффект изменяющий пространство это было сделано под VR когда ты в VR подходишь надеваешь эти очки у тебя все изображение становится таким слегка неоновым поверх этого слова как пост-эффект когда ты делаешь на экране ты такой ну окей мне просто применили фильтр вот и вот VR-чат это просто такой ускоренный курс гейма гейм-разработки мини-мини-игр мини-миров которые позволят понять где люди работали чисто подписи а где люди работали под VR и вот так вот можно будет составить целый список для себя классных механик которые можно подглядеть так себе выписывать и реализовывать ну для меня такой механика конечно стала прежде всего механика когда персонаж как я и говорил как Хенри или как многих других он начинает смотреть на тебя и ты все еще не являешься участником мира но персонажи как-то с тобой взаимодействуют вот я в этом в когда вам записывал анонс вот этот у меня безголовый человек я его не видел реально то есть я нахожусь в VR-шлеме записываю и тут я чувствую что слева что-то приближается я совсем забыл что это автоматизированный робот я думал что это кто-то в мире по этому миру гуляет поэтому такой испугался слегка его в обычном экране этого бы не произошло потому что ну совершенно другие ощущения и зато появляется классный прикольный эффект того что ты вдруг для себя открываешь новый там саспенсов момент вот как-то так в общем пробовать надо и смотреть и выписывать себе с разницу между обычными и вяровскими механиками все это был у нас последний вопрос мы прошли по всем темам которые мы хотели обсудить и георгий павел спасибо спасибо большое офигенно интересный экспириенс у вас давайте если есть что добавить можно сейчас сказать если нет то будем прощаться и и все ждите осенью оксимор жду уже с нетерпением да я с там я больше человек который обычно показывает еще какие-нибудь презентационные слайды или показывает ссылки всякие поэтому просто заставьте меня эти ссылки вам все прислать хотя бы и если мы сделаем да я в комментариях к выпуску тогда размещен на ю тубе шоу ноты еще на сайте закинем хорошо спасибо спасибо следующий выпуск у нас будет через неделю это будет это будет тяжелый выпуск во первых не будет сергея он заранее взял отпуск когда узнал что придет олег чумаков с программистами к нам подкаст сбежал и и не хочет в этом очень хардкорная и я сейчас прочитаю тему половину слов я не понимаю архитектура мвю в программировании игр в общем план уже есть на 90 минут два гостя помимо олега так что приходите будет очень тяжело и очень интересно спасибо георгий павел всем пока 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 георгий павел